Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем печь очень вкусный пасхальный краффин. Нежный, мягкий, слоистый, волокнистый, влажный, ароматный. Это первые слова, которые приходят на ум, чтобы описать этот восхитительный кулич. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим необходимые ингредиенты. Они все должны быть комнатной температуры. Дальше разбиваем в глубокую миску 2 яйца, добавляем 3 чайной ложки соли, 100 граммов обычного сахара, 10 граммов ванильного сахара и размешиваем венчиком минуты 3-4 до растворения всех кристаллов сахара. Затем добавляем 50 граммов растопленного охлажденного сливочного масла, 1 столовую ложку коньяка, четверть чайной ложки молотого имбиря, столько же куркумы. Хорошо перемешиваем. Добавляем 120 миллилитров подогретого теплого молока, 7 граммов сухих дрожжей, размешиваем и просеиваем в полученную массу 450 граммов пшеничной муки высшего сорта. Теперь замешиваем тесто. Сначала лопаткой, а потом руками. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смазываем их подсолнечным маслом. Когда тесто соберется в мягкий эластичный шар, смазываем миску подсолнечным маслом, помещаем туда тесто, закрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте без сквозняков от 1 до 2 часов. В это время подготовим сухофрукты. Высыпаем в миску по 50 граммов светлого изюма, темного изюма, сушеной клюквы и цукатов из вишни. Можно брать любые сухофрукты и орехи на свое усмотрение. Главное, чтобы их общий вес был не больше 200 граммов. Заливаем содержимое миски крутым кипятком, перемешиваем. Даем постоять 10 минут, а затем откидываем сухофрукты на сито и просушиваем бумажными салфетками. Спустя указанное время аккуратно обминаем подошедшее тесто. Тесто должно увеличиться как минимум в два раза. Выкладываем его на присыпанную мукой рабочую поверхность. Разминаем сначала пальцами, а потом раскатываем тесто скалкой, прямоугольный пласт. Толщина которого должна получиться 3-4 миллиметра. Дальше берем 100 граммов хорошо размягченного при комнатной температуре сливочного масла и наносим его ровным слоем на всю поверхность теста. Сверху распределяем подготовленные сухофрукты. Затем сворачиваем тесто в плотный длинный рулет. Чтобы ничего не прилипало, смазываем стол подсолнечным маслом. Защипываем края рулета, поворачиваем его швом вниз, подравниваем и делим шпателем или острым ножом вдоль пополам. При этом не доходя до края 2-3 сантиметра. Получившиеся полоски разворачиваем срезом кверху. Теперь берем одну полоску теста и сворачиваем ее по кругу. На получившуюся улитку кладем неразрезанный край рулета. Вторую часть теста сворачиваем так же. И выкладываем сверху. Затем берем противень, застилаем его бумагой для выпечки, перекладываем туда нашу заготовку. И заключаем ее в разъемное кольцо высотой 12 сантиметров. Сверху закрываем пищевой пленкой. Диаметр формы получился 18 сантиметров. Даем будущему куличу расстояться и подойти минут 30-40 в теплом месте. Опять-таки без сквозняков. Через 40 минут снимаем пленку. И отправляем краффин выпекаться в заранее нагретую духовку. Температура 160 градусов. Время приготовления примерно 50 минут. Чтобы верх не подгорел, кулич можно накрыть бумагой для выпечки. Делать это нужно, когда краффин подрумянится. Готовность кулича проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем полностью в нескольких местах. Если шпажка везде сухая, значит кулич готов. Даем ему остыть и снимаем форму. При подаче на стол вверх краффина можно смазать жидким медом. Тогда он будет красиво блестеть. Или же посыпать сахарной пудрой. Так тоже выглядит очень аппетитно. Ориентируйтесь на свой вкус. Вот и все. Нежный, мягкий, слоистый, волокнистый, влажный, ароматный пасхальный краффин готов. С наступающим праздником Пасхи! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Ориентируйтесь на канал!